Добрый вечер, Вашему вниманию главный тренер Рубина Иван Мякиневич Бердейр. Иван Мякиневич, пожалуйста, Ваша оценка к сегодняшней встрече. Ну, в целом, есть удовлетворение какой-то степени игры, за исключением концовки первого-второго тайма, связанных с тем, скорее всего, что тот, в принципе, игры, которую мы избрали, он, наверное, подзатратный, ну и немножко с удовольствием не хватало в концовке. Ну, и надо дать должность Зенита, который имеет равноценный состав, и замены, которую он делает, он, безусловно, в линии атаки усиливает их игру. В Вашем году Мякиневич очень сильно ругался на Руслана Камбола в момент замены. Были перед матчем какие-то сомнения о его готовности сыграть все время? Да нет, я не Руслана ругал, я ругал врача, который мог сделать паузу для того, чтобы Цактыш вышел, и мы не играли 4-6 минуты, играли дистерон. Поэтому я и врачу сказал, что можно было все это, процедуру, делать на том, чтобы Цактыш успел выйти. И, в принципе, этот перелом за этот период Зенит и переломил уже ход игры, достаточно основательно. Зенит, возможно, не слишком позднее, на Ваш взгляд? Нет, не позднее. Это Жмолединов достаточно неплохо. То есть первый тайм не очень, а то второй тайм хорошо смотрелся. Даже было жалко менять, если бы он мог выдержать дальше, я бы вообще не менял бы их этот план. Ваши планы, насколько замена Камбола изменила Ваши планы? Нет, существенно, потому что эта тройка, Азбуев, Янг и Камбулов, она достаточно объемная. Правильно перестраивается в свое время. С выходом Цактыша появились паузы, которыми он использовал, использовался зенит, и часто пользовался в перестроении. Потеря Камбула была существенная. И вообще, Курбан Бекич, вариант использования Азмуна и Жмолевинова одновременно на футбольном поле возможен? Безусловно, кто сильнее на этот период, тот играет. Нет, вместе, если вместе. Да, 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 это, безусловно. Вот еще раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо.